Лабытнанские единороссы собрались на первом новом году совещания по поводу подведения итогов проектной деятельности местного отделения Единой России за 2017 год. Стоит отметить, за этот период в Лабытнангах было успешно реализовано 16 проектов, 14 федеральных и 2 региональных. Не остались без внимания партийцев и перспективные планы на год 2018. С подробностями Светлана Кейль. В 2017 году Лабытнанг стал муниципальной площадкой по реализации социально значимых проектов. Здоровое питание, забота, крепкая семья, городская среда. Перечислять их можно долго. В 2018 году местные партийцы сбавлять оборотов не намерены. Однако новую проектную деятельность ожидают переформатирование. Цель – объединение близких по направлению для более эффективной реализации партийных инициатив. Как пример, проект «Новая школа», который объединил модернизацию образования и детские сады детям. В детских садах детям основное мероприятие было строительство детских садов и обеспечение местами дошкольного образовательного учреждения. Вы знаете, что эта программа очень активно работала, очень много детских садов сдано. В том числе в последние годы два крупных комбината детских и на территории города Лабытнанги вводятся в строй. И получается, что сегодня, как актуальность строительства детских садов, она немножко утратила проект свою значимость. А вот в «Новой школе» он будет как модернизация, то есть обновление содержания дошкольного образования, направленность дошкольного образования на качество, на подготовку детей к школе. То есть вот немножко изменяется вектор развития. Несмотря на то, что количество проектов значительно сократится, фронт работы у их партийных кураторов меньше не станет. Обновленные программы оптимизированы таким образом, что все ключевые направления проектной деятельности были не только сохранены, но и приумножены. Яркий тому пример – городская среда. В этом году его дополнит проект «Парки малых городов». У нас прошлый год был очень удачный в плане, скажем так, благоустройства, изменения жизни нашего города. Я бы даже так сказал. Поэтому этот год будет продолжением. Продолжение, я думаю, даже более ответственно. Это знаете, как в спорте. Гораздо легче подняться на первое место. Первый раз. Гораздо труднее потом, когда тебя уже все знают, доказать, что ты так же силен. И вот в этом году главное нам тоже отлично поработать, воплотить те идеи, мысли, которые есть у нас. По словам партийного лидера Евгения Зуйкова, переформатирование не коснется пяти проектов, таких как «Безопасные дороги», «Единая страна, доступная среда», «Историческая память», «Народный контроль» и «Старшее поколение». Они продолжат свою деятельность в городе в неизменном виде. Также будет продолжена работа в реализации региональных программ «Забота» и «Здоровое питание». Лабутнанские единороссы уверены, что эта модернизация позволит получить ощутимые и понятные результаты для горожан. Светлана Кель, Григорий Волков, программа «Время местное».